Всем привет! В сегодняшнем видео вместе с вами тестируем бюджетную и дорогую тушь для ресниц. Давайте приступим! Если вы хоть какое-то время смотрите мой канал, вы знаете, что моя любимая тушь это водостойкая версия L'Oreal Paradise Ecstatic. Но ее все сложнее становится на этих магазинах. Я вот была в трех и ни в одной ее не было. И то есть не было именно водостойкой версии. Обычно есть, водостойка почему-то нет. Поэтому я решила, что пришло время попробовать что-то новое и решила спросить вас. Было много ответов. Спасибо всем тем, кто ответил в инстаграме и в вкладке сообщества на моем канале. Ну вот я решила просто ради интереса сравнить одну бюджетную тушь и одну такую более люксовую, более дорогую. Тушь от Catrice мне советовали ну точно пару раз. Не уверена, что вот именно эту версию. Но Glam and Doll, потом было еще Glamour and Doll. Не знаю, у них как-то очень похожее название. Но я вот решила выбрать такую Glam and Doll именно водостойкую версию. Потому что с водостойкими у меня обычно получается лучше. Они просто лучше держат изгиб ресниц. Ну а вторая тушь это тушь от Catrice. Именно эту мне порекомендовала Настя. Настя, спасибо за рекомендацию. Называется она High Impact Curling Mascara. Ее как бы фишка в том, что это одна из тех тушей, которые снимаются просто горячей водой. Такими вот как чулочками, штучками. Не знаю, как это правильно называется. Но при этом она, ну как, все равно долго должна держаться. Как вы можете заметить, обе туши уже на моих ресницах. Так что сейчас мы перейдем к этому фрагменту. Но для начала я хотела бы просто сказать, что я ищу в туши. Для меня у меня очень прямые ресницы. Поэтому я их всегда подкручиваю перед тем, как нанести тушь. Для меня важно, чтобы тушь держала этот изгиб целый день. Обычно водостойкие с этим справляются намного лучше, чем обычные. Также одна из моих проблем, это то, что тушь отпечатывается на нижнем веке. Я уже там всегда припудриваю, но все равно некоторые туши отпечатываются. Поэтому на это я тоже смотрю. Также, естественно, мне не хочется, чтобы она осыпалась. И мне хочется всего, чего хочется всем. Объема, длины, вот этого всего замечательного. Так что, да, вот этого я ищу в своей идеальной туши. L'Oreal Paradise, кстати, отвечала всем этим требованиям моим. Но посмотрим, как справятся вот эти две. Ну а теперь давайте приступим к самому процессу нанесения. Начну я, пожалуй, с более бюджетной туши. В руках у меня Catrice Glam & Doll. Это, как вы видите, водостойкая формула. Там, на самом деле, было множество вариантов вот этой серии Glam & Doll, которая придает объем. В общем-то, миллионы было, мне кажется. И найти ее, мне кажется, можно в любом магазине подружки. По крайней мере, одну из вариантов. Первым делом я подкручиваю ресницы. Это силиконовая щеточка вот в такой форме. Не скажу, что моя любимая форма, но посмотрим. Одним слоем очень такой естественный эффект. Она хорошо разделяет ресницы. Не могу сказать, что бы сильно их увеличивает. Сейчас попробуем нанести вторым слоем. Честно говоря, пока я не в восторге, когда она не делает ресницы... Не придает объема, что ли? Когда они вот такие тоненькие палочки просто стоят, и... Все. Ни объема, ни длины особо я не вижу. Пока я не в большом восторге. Посмотрим, как тушь будет держать ресницы. Выпрямятся они или останутся таким подкрученными. Отпечатаются ли на нижнем веке. Я всегда очень легонько наношу на нижние ресницы тушь, потому что я знаю, что у меня может быть такая проблема. Мне кажется, они уже начинают выпрямляться. Окей. Пока-пока нет. И вторая тушь от Clinique. Она, конечно, вот в такой красивой весенней коробочке. Опять-таки первым делом подкручиваю ресницы. Кажется, я вижу, как-то тушь уже падает вместе с моими ресницами. Итак, давайте откроем эту тушь. Здесь очень похожая форма кисточки, но вроде бы как это натуральные ворсинки, чтобы это не значило. Но она точно не силиконовая. У нее есть запах какой-то небольшой. Пока не могу приспособиться к этой кисточке, к форме, к ее. Ну, как-то так. Ну, вот один слой. Сейчас попробуем второй. Ну, я обычно два слоя туши наношу. Больше мне редко нужно. Мне кажется, эта тушь тоже уже выпрямляет мои ресницы. Они начинают опускаться вниз. Ну, вот два слоя. И, наверное, попробую чуть больше разделить ресницы слева с помощью туши от Клиник. Очень много, конечно, продукта выходит. Приходится его немножко убирать. Окей, обе туши на моих глазах. Еще раз напомню, что справа у меня тушь от Катрис. И слева от Клиник я могу сейчас уже сказать, что Катрис чуть лучше держит такие ресницы, что обычно происходит с водостойкими тушами. И у меня ощущение, что длину примерно они одинаково дают. И объем тоже примерно одно и то же. Может быть, Катрис чуть больше, хотя я не уверена в этом. Посмотрим, как оба продукта будут носиться на моих глазах. Как долго ресницы будут подкрученными. И в конце дня я вам покажу, как это все выглядит. И попробую смыть это, насколько легко будет все это смываться. И да. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Еще маленький апдейт по тушам. Я только что была на прогулке, чтобы отходить свои шаги. И немножко так вспотело лицо. У меня тоже немного вспотело. И, в принципе, все осталось так же. Нигде больше не отпечаталось, чем было. Но я уже заметила после первого апдейта, что на вот этой стороне с Катрис, видите, здесь вот на нижнем веке вот такие точечки. Это вот, я так подозреваю, что нижние ресницы отпечатали все-таки на веке. Здесь, может быть, разве что чуть-чуть есть, но далеко не так критично, как здесь. Поэтому, я думаю, тушь от Клиника хорошо подойдет мне именно на нижние ресницы, раз у меня есть такая проблема. Здесь, в принципе, неплохо. Сегодня уже другой день. У меня не получилось завершить тот день первых впечатлений тестирования вот этих двух тушей. Возможно, это и к лучшему, потому что у меня была возможность потестировать еще их где-то несколько, 3-4 раза. Сегодня тоже эта тушь, обе на моих глазах. Так что это уже такие не первые впечатления, но я думаю, все равно будет полезно и интересно для вас. Давайте сначала вернемся вчера, ко вчерашнему дню. Сейчас вы на экране видите то, как туши выглядели под конец дня, где-то после 10 часов носки на моих глазах. Как вы видите, примерно одинаково изгиб сохранился. Чуть-чуть обе туши отпечатались, к сожалению. В общем, да. Теперь давайте я сравню их и расскажу, что мне понравилось, что мне не очень понравилось. Сразу такой спойлер. Не тушь от Catrice, не тушь от Clinique не сравнится с моей L'Oréalевской, к моему большому сожалению. Но Catrice мне нравится все-таки чуть больше. Но давайте начнем с Clinique. Итак, что мне не понравилось. Она не так хорошо держит изгиб, как тушь от Catrice. Она склеивает ресницы и прям, ну так, достаточно заметно. И это вот мне совсем не нравится. Также на щеточке какое-то чересчур большое количество туши, когда только достаешь ее из тюбика. Смотрите, вот это все приходится оставлять или как-то пытаться снять. Не знаю, мне это не нравится. Что касается того, как она смывается. Действительно, тушь смывается теплой водой. Я надеюсь, вы сейчас на экране видите. Но не так легко, как и я ожидала. И она смывается такими как бы кусочками, да, черными, которые приходится прям вот тереть кожу, чтобы их смыть с лица. И плюс вот когда это попадает на раковину, оно там оставляет черные точки в раковине. Что я как бы... Я радую, потому что мне приходится чистить потом раковину после этого. Тушь все-таки чуть-чуть отпечатывается на нижнем веке. Не так сильно, как от Catrice, но я надеялась, что вообще не будет отпечатываться. К сожалению. Что мне нравится в обоих тушах, это небольшая такая... Небольшой размер кесточки, именно то, что она тоненькая. И поэтому, когда я наношу тушь на ресницы, она не отпечатывается на верхнем веке. Ну, совсем чуть-чуть. По сравнению с щеточкой L'Oreal, она такая достаточно толстенькая. Поэтому у меня часто на верхнем веке остается немного следы туши. Теперь давайте поговорим о Catrice. У меня водостойкая формула. Она неплохо разделяет ресницы. Удобная щеточка у нее. Хотя такая феточка, она может немножко раздражать вот кожу. То есть, если вы прям много ее наносите, она из-за того, что она такая остренькая, может немножко, ну, такие не самые приятные ощущения оставлять. Держит изгиб неплохо. Отпечатывается сильнее, чем тушь от Клиника. Я говорю про нижнее века. И плюс ее в том, что она достаточно легко смывается, хотя это и водостойкая тушь. Ну, с помощью масла, но легче, чем та же тушь от L'Oreal. Поэтому я сегодня накрасила тушью от Catrice верхние ресницы, тушью от Clinique. Нижние. Наверное, я пока буду так использовать их. Ну, посмотрим. Посмотрим, что нам будущее покажет, что мне захочется применять, что нет. Но точно могу сказать, что вот, ну, не стоило своих денег. Я, мне жалко, что я потратила их. Лучше уж эту купить. Учитывая разницу в цене, все недостатки ее перекрываются этим. Но я все еще в поисках. Ну, как, сейчас поиск перестановлен, потому что у меня есть две туши. Но я не так ими довольна. Мне не хватает объема, который дает тушь от L'Oreal. Удлинение вот у Catrice неплохое, но все равно не такое, как у L'Oreal. L'Oreal держит изгиб также великолепно. Да, смывается тяжелее, но я готова на это пойти. Ну, у меня все на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Было полезно и интересно. Если да, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. И до скорых встреч. Пока.